Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, рассказать о том, какими должны быть мешочки для маятника, как у Майка Тайсона. Так как некоторые мои подписчики или просто зрители моего канала спрашивают, какими они должны быть, какой окружности, вес, еще сделанный и так далее. И в связи с этим я бы хотел сделать один пример, рассказать один пример. Представьте себе двух парней, один богатый, очень богатый, другой бедный. И у одного, значит, у богатого есть фирменные кроссовки, шорты, перчатки, в общем, все необходимое, груши и так далее. Ну, у него нет желания, вот, или совсем слабая мотивация, да, и он, значит, редко ходит, значит, тренируется, но редко и до бэкапы. То есть результатов никаких не достигает, да, или там совсем малых, да. А тот парень, который бедный, у которого ничего нет, может быть, там единственные порванные кроссовки и больше ничего, да, то он имеет большое желание, мотивацию, да, он берет, значит, иголку, зашивает эти кроссовки из какого-то имеющегося материала, скажем, там, не знаю, из мешка делает боксерскую грушу, там, засыпая ее землей, допустим, да. Вот, и, значит, тренируется, развивается с умом и достигает больших успехов. Почему я это веду? К тому, что не так, не столь важно вот эти все, так сказать, вещи, предметы, все, с чем вы тренируетесь, да, груша, так сказать, перчатки, ну, в общем, понимаете о чем я, да. Не так важно, насколько они идеальны и соответствуют каким-то там стандартам или насколько они, значит, идеальной формой, допустим, как у Майка. Как ваша мотивация. То есть, смотрите, я когда делал, сделал свои первые мешочки, с которыми я работал, отрабатывал кулоны, значит, нырки, значит, то я делал их по подобию, ну, вот, как у Майка Тасин. Я смотрел просто на форму, да, и я обратил внимание, что, значит, твоя ширина примерно вот этого мешочка, она как кулак, то есть голый кулак без перчатки, ничего, и не обрезана сверху. Притык по той тяжести, по содержимому, что находится внутри, да, как бы вот с пустотой, вот так вот вытянутая, такая, как бы, грушевидная. Вот. И я сделал что-то между, ну, скажем, что-то между вот этим, да, и как Майка, ну, уже точно не помню, ну, примерно так, потому что я уже давно там не был, сейчас не занимаюсь. Значит, и это мне не мешало тренироваться, да, не мешало мне научиться и развиваться. То, что они идеальны, как там они должны быть. Вот. Я не знаю, если есть какие-то стандарты, ну, допустим, если они есть, то это не мешает, если, как я уже сказал, если они не будут там полностью соответствовать. Вот. То есть это хорошо, когда вы уделяете, значит, внимание деталям, но если определенная работа была сделана, не стоит уже на этом зацикливаться. Дальше. Что я хотел по этому поводу сказать. Значит, Значит, тренируясь, я понял, осознал одну вещь, что когда, значит, чему-то научился и потом это просто повторяешь и, так сказать, делаешь одни и те же движения, то ты, как бы, я уже не развиваюсь, ну, мы уже не развиваемся, а просто поддерживаем уже то, чему мы уже научились. Вот. И для этого нужно придумывать новые способы тренировки, новые тренажеры и так далее и тому подобное. Вот. И в этой связи, еще в связи с тем, что я, что я захотел снять видео по этому поводу, да, я сделал специально, значит, отдельные уже мешочки и, как бы, для видео и на будущее, когда я уже выздоровлю, чтобы я, значит, тренировался уже с ними. Вот, так сказать, в новом моем спортзале. Вот. И я сделал их разными. То есть, смотрите, самый большой, он, значит, размером с боксерскую перчатку. Сейчас я возьму камеру и покажу вам вблизи. Видно, да? Вот. Это самая большая, самый большой мешочек. Он дает, значит, какое преимущество, какие отличия от, значит, чем он отличается от других мешочков, да? Чему он другому может научить, как бы? Он, за счет того, что он больше, он, как бы, более заметнее, да, но, как бы, плюс в том, то есть, дополнительно вас тренирует в том, что вам нужно больше уклониться, больше, там, присесть, для того, чтобы, значит, не получить удар. То есть, это уже немножко по-другому развивает, чем те другие мешочки. Вот. И он, как бы, значит, больше, он похож же, как бы, в тренировке, значит, которая приближает нас ближе к бою, да? Потому что, ну, к бою на ринге, потому что там, значит, ну, бои происходят в перчатках. Ну, если речь идет о боксе конкретно, да? Это, вот этот мешочек, он уже ближе по форме, как у майка. То есть, вот смотрите, как, значит, по ширине, ну, и практически по общему размеру, как кулак. Вот. Значит, он уже, получается, как бы, между маленьким самым и между самым большим. Вот. Он, как бы, тренирует нас ближе к бою на кулаках, как бы, к уличному бою. Вот. То есть, какой-то тоже другой подход, по-другому заставляет работать, значит, наш мозг и наши мышцы. Итак, здесь у нас третий мешочек, самый маленький. Смотрите, он размером, значит, где-то в два раза меньше, чем кулак. Может быть, даже еще чуть-чуть меньше. Ну, значит, он, его особенность тренировки в том, что он, как бы, так сказать, менее заметный, за счет того, что очень маленький. Вот. И, как бы, быстрее, так сказать. Ну, значит, от него, как бы, с одной стороны, легче уйти, потому что меньше нужно уклоняться, да. Вот. Но, с другой стороны, он, ну, то есть, если мы приучаем себя к, значит, замечать такую маленькую, как бы, так сказать, цель, да, то кулак, он еще больше, перчатка еще больше, да, то есть, тем самым, я считаю, что это дает какое-то нам развитие, дополнительное преимущество. Дальше, что касается вот этого, вот, значит, четвертого, совершенно нового, так сказать, мешочка, если можно так его назвать. Вот. Значит, я взял из, вот эту штучку, вот эту, так сказать, капельку металла из закидушки, так называют у нас, в общем, такую штуку для рыбалки. Вот. И, значит, применил ее вот так, вот здесь, вот для этого дела. Вот. Обычно они идут, значит, из свинца, свинцовые, но это, как я вижу, из железа. Железа, наверное, потому что вижу, что ржавеет. Вот. Для чего я это сделал? Раньше я бывало делал из какого-то там, из кусочка пластмасса, какого-то там, чего-то такого, для того, чтобы, значит, улучшать внимание, концентрацию внимания. Так как я считаю, что, работая с этими, мы развиваем внимание, но, зная о том, что, если она попадет нам по голове, она не нанесет нам серьезного ущерба. Ну, то есть, ну, не будет больно. А та железная, да, вот маленькая, твердая, как я ее называю, капелька, да, если она попадет по голове, то это будет больно, да. То есть, как бы, не так уж больно, чтобы там сотрясение было, но все равно будет очень неприятно. Вот. И поэтому, мы, зная об этом, мы будем тренироваться очень осторожно и внимательно. То есть, если тут мы знаем, что, как бы, мы понимаем, что нужно концентрироваться, но машинально мы все равно можем отвлечься. А там мы будем стараться этого не допустить. То есть, опять же, еще дополнительное преимущество в том, что мы, как бы, приближаем, значит, тренировку к, значит, к самому бою. Потому что во время боя человек тоже напрягается, тоже волнуется, да, сжимается, так сказать, спазмируются мышцы. И вот частично это, как бы, мы ведь не деремся каждый день, да, или там часто, а вот это, как бы, можем делать часто и тем самым, как бы, отрабатывать. Частично, конечно, не полностью, да, но частично заменять, как бы, бой вот такой вот тренировкой с вот таким вот кусочком металла. Вот. Ну, если кто-то посчитает это слишком экстремальным, я сейчас поставлю камеру. Если кто-то посчитает это слишком экстремальным, то можно взять кусочек материала. Я взял, взял из, значит, такого же материала, как и, который я сделал, значит, те мягкие мешочки. И вот так, допустим, подвязать там или зашить. Вот. И тогда она будет, так сказать, будет более гуманнее. Вот. Но тоже будет результативной. Может быть не так, потому что, ну, это явно, что будет больно, если попадет, да. Вот. Но есть одна важная вещь, деталь. Значит, это то, что не стоит начинать с металлической. То есть для тех, которые еще, значит, еще этим никогда не занимались, только собираются, да. Не стоит начинать сразу с железной, железного мешочка или там, какого у вас может быть, что. Ну, это исходя из того, что у вас будет, да. Может быть, кто-то может себе позволить пойти специально купить что-то, да. А кто-то может возьмет, что там, ну, что есть, так сказать. И сделать из чего есть. Вот. Ну, не в этом суть. А главное, чтобы все делалось правильно в плане тренировки. Чтобы человек, который, значит, первый раз начнет тренироваться, да, чтобы не получил удар, допустим, там, сразу не сильно ее не расшатал, да, и, значит, в глаз не зарядил себе этой штукой. Вот речь идет, как бы, об этом в основном, об безопасности. Вот. Что еще я хотел сказать. На что подвешивать? То есть нитка, леска, там. Ну, я, если бы у меня была шелтая нитка, я бы нашел свою нитку, чтобы подвесилась она была бы тоненькая, я бы сделал, значит, соединил ее и подвесил бы на две. Вот. Ну, у меня ее не было, я сделал эту с леской. То же самое из подручных средств. Из того, что у вас есть, можно все это делать. Вот там, видите, на те мешочки на нитках, эти уже поменьше на лесках. Вот. Главное, чтобы не было толстый канат, да, чтобы центр тяжести, чтобы основная тяжесть была здесь, да, чтобы не было такого-то там. Да, еще один нюанс. Вот смотрите, здесь довольно-таки длинная нитка. Ну, как бы, по логике это все леска. Как бы, по логике это все понятно, да, что чем длиннее вот эта нитка, которая, значит, на которой висит лесочек, да, то тем больше будет движение, вот, по которому будет двигаться мешочек, да, и, соответственно, тем медленнее, да, чем короче, да, тем быстрее будет вот это вот движение. То есть для тех, которые только начинают, можно, допустим, подобрать помещение, либо, ну, участок, да, место, где можно подвесить повыше, да, сделать повыше вот это вот расстояние нитки, да. Вот, а потом со временем, допустим, смотря как бы у кого, какое помещение, если помещение позволяет, допустим, давить какую-то доску, допустим, как в моем случае, да, и повесить ее ниже. Либо каким-то другим способом, в зависимости от того, какое у вас помещение. Так, да, еще одна вещь, это, значит, на какой высоте должен быть, должен находиться мешочек. В принципе, каждый сам должен под себя подстраивать, вот, но я считаю, так как я сейчас не занимаюсь, я не могу на 100% сказать, но, значит, так, примерно сейчас попробую, проверю. Если я не ошибаюсь, стоя, когда я там занимался, оно, мешочки приходились мне где-то в оба шеи, вот, так как когда я, значит, становлюсь в позицию, да, то, как бы, ну, становлюсь немного ниже, да, и запускаю этот мешочек, получается, что он приходится мне, значит, в область лица, там, бороды, любые челюсти. Вот, ну, вы можете, допустим, по желанию, кто-то может сделать, например, вы сделаете несколько мешочков, может сделать чуть, один чуть ниже, другой чуть выше, вот, и это тоже будет неплохо. Значит, значит, из чего я сделал эти мешочки, я вам сейчас расскажу, а в конце видео, значит, я, будут фотографии, с тем, значит, как я это делал. То есть, именно непосредственно вы увидите это. Значит, в первую очередь я приготовил пакеты, ну, это может быть какой-то, какие-то, там, пленка какая-то, не нужная. Я приготовил пакеты, значит, отсел песок от камней, засыпал этот песок туда, значит, размешал его с опилкой, допустим, первый, самый большой, я размешал 50 на 50, чтобы он не был очень тяжелым. Второй, я говорю, поменьше, уже примерно где-то 70 на 30, то есть, 70 песка и 30 опилки. Вот, а самый маленький уже только песок, то есть, ну, он уже не может быть очень тяжелым. И потом это, значит, уже материалом, так сказать, обнял, вот, и завязал, и обрезал лишнее. Что еще? Для чего пленочку, пакет, ну, для того, чтобы мелкие частицы, там, песок, что там будет внутри, чтобы оно не высыпалось через щели материалов. Во-первых, форма сохранится, а во-вторых, ну, не будете дышать песком. Не думаю, что это полезно. В принципе, поэтому все. Если я что-то забыл, то допишу в описании. Если у вас будут еще какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу. И к этому видео, точнее, к моему прошлому видео, я бы хотел добавить, значит, один пункт, еще одну причину того, почему Майк Тайсон стал чемпионом. И это будет еще как совет для вас, для парней, которые хотят, допустим, достичь, значит, успехов в своей карьере, в карьере, там, стать чемпионом и так далее. Значит, значит, это то, что Майк не прыгал через свою голову. То есть, даже Майк, когда, значит, тренировался, особенно в самом начале своих тренировок, еще когда у него был любительский бокс, да, то тренеры подбирали ему, значит, соперников уровня, то есть его уровня или еще слабее уровня. И тем самым Майк становился увереннее в себе, не только развивался, да, ну, с одной стороны, можно сказать, если ты все время дерешься с тем, кто слабее тебя, да, то ты не развиваешься. Нет, ну, он же, он ведь, во-первых, он, кроме этого, еще и тренировался, тренировался с разными парнями, да, в спаринге, значит, занимался в спортзале, значит, работал над мышцами, над скоростью и так далее. То есть, постепенно росла его, значит, техничность, его способности и, значит, в соответствии с этим его уровнем подбирались следующие партнеры. Ну, с Майком это, конечно, было не так сложно, да, потому что его уровня вообще было прям такого же уровня сложно было найти, но нужно понимать, что те, значит, парни, которые выходили против него, то я считаю, что их тренеры делали большую ошибку, допускали большую ошибку в том, что они плохо рассчитывали, плохо, значит, недостаточно, неадекватно оценивали ситуацию. То есть нужно было посмотреть на то, как Майк побеждал других парней, на его, значит, скорость, массу, технику и так далее, и аж потом решать, стоит ли выдвигать своих парней или нет против него. Вот, потому что многие из этих парней, они имели тоже цель, допустим, стать чемпионом или хотя бы там достичь каких-то там, по карьере подняться до какого-то уровня. Может, у некоторых из них не было ни одного поражения, как и у Майка, да, и они тренировались, они серьезно работали, да, и тут бас, в течение там 20-30 секунд в первом раунде, а сразу оттуда не их отправляют, допустим, в реанимацию или там в больнику. И это занижало веру в себе, это делало слабее морально этих парней, и некоторые, так мне кажется, если я не ошибаюсь, я не интересовался, но я так слышал, что некоторые переставали вообще заниматься после этого боксом. Поэтому не стоит прыгать, так сказать, выше головы, вот, особенно тем, тем парням, которые еще растут, то есть, если парень, допустим, 14 или там 16 лет, он еще растет, вот, и физически, морально, технично, да, и его, допустим, выдвинут против какого-то там крепыша, так сказать, которому уже давно за 20, и он, так сказать, профессионал, да, и, ну, или там сломает ему что-то, и нанесет серьезный ущерб, то этот парень просто даром расстроится, понимаете, потому что то его состояние нынешнее в 14 лет, это не то, кем он может стать через, там, 5 лет, да, как и Майк, понимаете, Майк, что же, когда он только начинал, еще там было 14 или 15 лет, тоже же не ставили его сразу же против чемпиона мира, понимаете, и поэтому, а мы тем более не Майк и Тайсоны с вами, да, тем более нам нужно быть с этим делом осторожным, вот, в принципе, это все, что я хотел сказать, думаю, я достаточно понятно все объяснил и рассказал, спасибо за просмотр, всем пока. Итак, здесь я отмеряю материал по перчатке, здесь я отсеиваю песок от мелких камушков и сыплю песок в пакет, смешивая с опилкой. Такой объем для большого мешочка, здесь я добавил еще один пакет, материал, и вот, размер примерно как у боксерской перчатки. Вот так выглядят мешочки, пока они еще не обрезаны до конца. Это уже мешочек размером с кулак. Добавляю опилку. Добавляю опилку. И последний, самый маленький. И вот, пожалуйста, братья мешочки. Думаю, я достаточно понятно объяснил, показал. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за просмотр. Всем пока.